МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Городские новости". В эфире программа столичной подробности. В студии Елена Тиханович. Добрый вечер. Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва от столицы выдвинулся 131 человек. Период сбора подписей длился месяц. Сейчас в избирательной комиссии проходит проверка документов кандидатов и регистрация участников. К слову, отмена регистрации кандидатов будет проходить в рамках единого заседания окружных комиссий с 8 по 11 августа. Будет отказано тем, у кого есть судимость, не предоставлено одного или нескольких документов необходимых, или же в подписных листах по выдвижению кандидатов депутаты более 15% недостоверных подписей избирателей. На данный момент идет проверка документов, поданных кандидатами. Осуществляется проверка запроса в госорганы. Можно уже сейчас отметить, что в принципе кандидаты грамотно подошли к процессу заполнения документов. Выгодная среда вслед за крупными торговыми центрами для скидок становится хорошей традицией для других объектов. Так, сегодня на одном из крупнейших рынков Минска цены снизились на 20%. Здесь балуют своих посетителей приятными предложениями раз в неделю. К слову, такие акции уже назвали социальным проектом и обещают не оставлять эту практику. Скидки предоставляются на продовольственные и непродовольственные товары. Торговые точки, которые участвуют в акции, указаны на информационном стенде и буклетах. Донация проводится по средам еженедельно в течение всего режима работы рынка с 9 часов до 19 часов. На входе в открытый центральный рынок установлены штендеры с полной информацией о местах и группах товара, на которые предоставляется скидка. Индивидуальную подсветку получили деревья на проспекте Победителей. Новое световое оборудование с пониженным потреблением электроэнергии устанавливают в столице в рамках поэтапной модернизации города. Важно и то, что все светильники белорусского производства. Каждый вечер белый свет подчеркивает наиболее живописные места посадок вдоль проспекта Победителей. Также подаркоменчанам ко дню города станет и плитка на пешеходных дорожках в виде национального орнамента. Использовано диодное оборудование, которое при меньшем потреблении дает более лучшую светоотдачу. Достаточно масштабные земляные работы пришлось провести для монтажа этого оборудования. Эффект, я считаю, есть. Новая технология в помощь столичным озеленителям. О том, где берут корни ухоженные столичные газоны, в репортаже Максима Слежа. В основе этой дернины канадская технология выращивали зеленое покрывало на протяжении нескольких лет. Но теперь его можно использовать в качестве гонзона на любом из ландшафтных объектов или во дворе собственного дома. Главное, подойти к моменту заготовки скурпулезно. На один рулончик где-то, не знаю, минуту, а в среднем в день вырезаем по тысяче-полторы. Соблюдать скорость, если быстрее он будет рваться. Итак, рулон за рулоном подчеркнул облик Кургана Славы. Стелла Минс – город-герой. Еще ни одного объекта и не только в столице. Даже для покрытия футбольных полей, на которых матчи европейского уровня проходят, газон хорош. В основе вопрос цены и качества. Именно поэтому и спрос высокий, и конкуренты в стороне. Скорость выращивания, то, что на то, на что было бы затрачено несколько лет, можно уложить мгновенно и получить результат. То есть готовый газон за пару дней. Есть в хозяйстве еще одно средство техническое с приставкой «Уникальное». На базе отечественного грузовика установлено оборудование для пересадки крупноразмерных деревьев. Таких гибридов в стране только два. А вот функционал их и возможности впечатляют. Дерево высотой в десяток метров и внушительным объемом талии техника самостоятельно может выкопать и доставить, что называется, на себе любую точку. И все это без потерь. А свою эффективность она доказать успела, помогая справляться и зеленителям с последствиями капризов природы. Матим Слиш, Илья Пучко, телекомпания СТВ. Водная композиция, ландшафтный дизайн и цветочная скульптура. Возможность применить свои флористические способности появилась у участников городского конкурса «Формула сада». В Минске дан старт соревнованию на лучшее благоустройство среди 68 учреждений образования. О том, каких изысков ждут от любителя-озеленителей, узнавала Виктория Ходосок. Эффектный кустарник в виде гусеницы, деревянный мостик, каменные пирамиды и туи в форме сказочных персонажей даже издалека привлекают внимание прохожих. На протяжении нескольких месяцев столичные учреждения образования разрабатывали дизайнерские проекты, высаживали рассаду и создавали архитектурные формы из живых растений. В этом году на конкурс представлено 70 проектов в пяти номинациях. Специальная комиссия выбирала лучший проект школьного водоема, каменистого сада, цветочной композиции, экспозиции из комнатных растений и вертикального огорода. В первую очередь обращается внимание на соответствие представленного проекта, заявленной номинацией. Также обращается внимание на соответствие выбранных материалов и тому стилю дизайна, направления, в котором осуществлялся проект. В каждой композиции из цветов кустов и камней есть свой определенный сюжет. К примеру, в этом учреждении образования рядом с холодными камнями красуются яркие цветы и небольшой водоем. Кстати, все декоративные элементы сделаны сотрудниками педагогического комплекса. В данной композиции рождения каменистого сада представлено несколько булыжников, как самая главная композиция, и, безусловно, морская галька, которая является украшением данного ракария. Что интересно, мастерски владея фигурной обрезкой кустов и деревьев, с легкостью можно их превратить, к примеру, в замысловатые фигуры. К тому подтверждение рутарий столичной гимназии номер 24. К слову, облагораживать территорию помогали и ученики. Они высаживали растения, ухаживали за цветами и следили за чистотой и порядком. Мы стараемся каждый год участвовать в этом конкурсе. Задействованы были все – учителя, дети, родители. И представили в своем проекте все то, что мы могли сотворить из камня. Наградят победителей конкурса 3 сентября в Центральном парке имени Горького. Также жюри отберет участников республиканского конкурса выставки «Украсим Беларусь цветами». Виктория Ходосок и Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Это все столичные подробности на сегодня. Репортажи, эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Студия новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго.